Ну что, не задалось как-то у меня сентябрем, сначала была пауза на матче сборных, потом, к сожалению, бан канала практически на 8 дней, а потом я еще и заболел, когда приехал из Питера с того самого легендарного матча, и поэтому сейчас было немножко хрипеть, до конца еще не восстановился, но считаю, что должен уже делать для вас ролики, и тем более, вчера была такая красночная и топовая победа, опять же, практически через силу съездил на стадион, температура прошла, но еще слабость присутствует. Поэтому сегодня поговорим про вчерашний матч, он был прекрасный, поздравляю вас всех сразу же с этой победой над Ахматом, потому что в прошлом сезоне дома мы проиграли Ахмату, причем, да, помните, выигрывали по ходу встречи, была та самая красная карточка, и в итоге мы проиграли, совсем недавно обыграли их на кубах, и вот сегодня, точнее вчера, да, уже нанесли им еще одно поражение, но есть о чем поговорить в этой игре, и, наконец-то, есть о чем восторгаться, радоваться, потому что потихонечку, вроде как, мы докручиваем даже матчи с соперниками, которых должны, в принципе, обыгрывать, да, Вчера Марка Николич на присухе сказал очень важную вещь, которая звучала примерно так, для меня очень важно оставлять ворота сухими, и я сразу вспомнил, да, всю карьеру Игоря Кенфеева, и представил, Игорь такой про себя, да, согласен полностью, да, Потому что для болельщиков, наверное, да, 3-1, 4-1, да, даже для футболистов, наверное, в большей степени, не важно, 3-1, 4-1, 3-0 или 4-0, конечно, приятно не пропускать, но такой большой, да, разницы нету, а для Игоря Кенфеева есть огромная разница, мы все это прекрасно знаем, и это нормально, потому что он воротарь, И вот Марка Николич вчера поддержал эту историю, и считаю, что это прям очень топовая штука, ну и по традиции прошел вас об обратной связи, пишите комментарии, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, Сразу же, ребят, вам респектую за то, что вы продолжаете смотреть меня на ютубе, несмотря на всевозможные ограничения, замедления, спасибо вам, вы красавчики, пока так, пока существуем в этом формате, И, конечно, не забываем про наш телеграм-канал, потому что как раз, если что-то случается, у меня нету долго на ютубе, я куда-то пропадаю, В телеграм-канале я всегда есть, мы там все равно обсуждаем новости, не так глобально, потому что все-таки в словах, да, и в написании букв так много не выразишь, Как я могу вам здесь водички налить, как вы сами любите, да, это немножечко другой формат, но в телеге, по крайней мере, мы всегда на связи, всегда все обсуждаем, И можем в чате общаться, поэтому на телеграм-канал подписывайтесь, плюс там постоянно эксклюзивные материалы, интервью с футболистами, да, после матчей, до матчей, лайвы со стадионов, Ну и просто всякая наша думалка, размышлялка и краснотиняя информация на телеграм-канал Заметки Клинца, обязательно подписывайтесь. Ну и по традиции напоминаю о том, что наши друзья из фона продолжают очень сильно поддерживать нашу любимую команду ЦСК, Точно так же, как они продолжают поддерживать наш с вами канал ЦСК с Клинцем, и это в такие сложные времена, такие, да, замедлительные времена для Ютуба, И вообще для сложных времен, для всего Ютуба и для ютуберов, респектую ребятам за это, их поддержка очень важна, Также напоминаю, что они поддерживают некоторые клубы российской премьер-лиги, фонбет-кубок России, конечно же, просто делают практически, да, фееличным шоу, Которое показывает то самое шоу каждый тур, совсем скоро опять будут невозможные зарубки, мы поедем в Нижний, Спартак сыграет Динамо, И надеюсь, что мы доберемся, да, до самой финальной стадии фонбет-кубка России и сыграем в том самом суперфинале. Для Марка Николича это будет очень крутое подспорье, респектую ребятам за это, но главное, мой респект им улетает, конечно, за то, что они не забывают про вас, Про моих любимых подписчиков и по совместительству лучших болельщиков в мире, и подгоняют для вас топовые бонусы, которые сейчас стали просто в кратное количество раз больше, Сможете вы их забрать просто на изи, пройдя по ссылочке в закрепленном комментарии, из него попадете в телеграм-канал, там будет красочный пост, И из этого красочного поста вы все поймете, поэтому залетаем в тележку, подписываемся, чтобы не теряться, и, конечно, забираем бонусы от наших друзей из фона. Ну а с вами, как всегда, я, Клин Синио, обзор матча Ахмат ЦСКА, привет и погнали! Для начала давайте пробежимся по тем 11 футболистам, которых выпустил Марко Николич в этом матче, потому что некоторые из них прям были сюрпризом для многих болельщиков, И даже для меня тоже, но для меня это был приятный сюрприз, потому что я очень давно лоббировал этих игроков в стартовый состав, и, наконец-то, они там. Поехали! Игорь Кенфеев, Мойзес, Роша, Дивеев, Круговой, Кисляк, Обряков, Келвин, Фузулаев, Жемалединов и Гуарри Рапа. Конечно же, я имею в виду Келвина, в первую очередь, потому что много раз говорил, сокрушался, не понимал, почему Милан играет вместо Дугласа, намного круче, да, и более функционален именно Келвин, и в этом матче он это показал. Конечно, в защитке он немножечко слабее играет, нежели в атаку, но все равно сильнее Милана Гаевича, я всегда это говорил, буду говорить. И он вышел в стартовом составе. Также третью игру подряд в старте выходит наш воспитанник Мотя Кисляк, и я каждый раз про это говорил, и еще мы про пьянича поговорим чуть попозже, когда будет ролик, да. Но сейчас Мотя продолжает выходить в старте, за это я респектую просто Марка Николичу, красавчик, потому что Мотя играет хорошо, и выходит в следующем матче. Мотя опять играет хорошо, и выходит в следующем матче, и в этом матче опять сыграл, да, отлично, забегая немножечко вперед. Но, к сожалению, да, по составу еще нужно добавить, что сразу же травмировался Рифат Джамальдинов, который набрал и правда неплохой ход. Рифату огромнейшего здоровья, быстрее вернуться, да, в общую группу и вернуться на поле, потому что очень похоже на заднюю, потому что именно так дергают заднюю, и скорее всего это она и есть. Будем ждать, да, сроков восстановления Рифата, ну а пока желаем ему здоровья. И вместо него сразу же вышел Тамерлан Мусаев. Также по ходу встречи выходили Саша Сделар, Мион Гаич и Секу Койта. Матч получился очень интересный, очень энергичный и очень такой, знаете, запоминающийся для болельщиков. Потому что все было ярко, было очень много голевых моментов, хотя в первом тайме, да, мы еще очень сильно бомбили, много было нереализованных моментов. Как раз Тамик вышел, да, Сауль должен был забивать, Мусаев должен был 2 забивать 100%, да. То есть по факту там Игджи у нас двойка, мы должны были 4-5 забивать 100%. Вот эти два момента Мусаева просто железобетонные. Но Тамик, как бы я к нему хорошо не относился, а вы знаете, я очень его ценю и считаю, что он как бы не стал хуже играть. Просто реализацию, хорошо его подтянуть, а может быть он немножечко захлепнулся в эмоциях. Мне как будто бы показалось, что он вышел то ли не то, что очень готовый, да, либо слишком сгорел, да. Будем называть вещи своими именами после первого своего нереализованного момента и второй пошел по накатанной, да. Возможно, нужно было немножко успокоиться, поэтому ругать особо Тамика не буду. Там как-то я смотрю, опять уже комментарии полетели, о, Тамик дерево, там нахрен нужен этот Мусаев. Воу-воу-воу-воу-воу, парни, Тамик нас тащил столько времени и продолжает это делать. Его нужно правильно использовать. Много видел мнения о том, что они не очень хорошо вместе играли, да, как будто бы нет взаимопонимания. И это правда, но воу-воу-воу, он играл все-таки инсайда. Я считаю, что это первая причина их плохого взаимопонимания. Первая причина. Это не так должно работать. Они плохо друг друга понимают, потому что плохо друг друга понимают. Они друг друга плохо понимают, потому что они играют не на своих позициях. Мне кажется, если бы это были бы условные 3-5-2, да, 4-4-2 ромб, где они были бы двумя наконечниками и по флангам были бы футболисты, которые их поддерживали, да, те самые инсайды, либо крайние полузащитники и вингеры, да, то это было бы по-другому. Они бы такой сдвоение с центра себя представляли, да. Тамик был бы вообще чуть ли не штрафной, где он и должен играть, где он максимально эффективность, да, приносит. А Сауль немножечко в оттяжке, чтобы принимать мяч в недодачу. Можно было на спринте убежать, да, обыграть. Вот Сауль тоже. Ну, Сауль, правда, главой тоже хорошо играет. То есть нельзя это так ценить. Мне кажется, что плохая игра Мусаева именно в этом конкретном матче связана именно с его позицией. Мне кажется, ему не очень удобно отходить чуть ли не в центр поля, а это очень часто мы видели, да, очень часто Тамик опускался чуть ли не в центр поля, чуть левее, да, и там подбирал мяч. Понятно, что для инсайдов это нормально. В такой схеме инсайды должны чуть оттягиваться за мячом, да. Но когда там играл Рефан Шамаледдинов, и он это делал, это окей, потому что это прям его среда. Это его позиция, грубо говоря, да, где-то между линиями и быть. Извиняюсь. А у Мусаева, у Мусаева, к сожалению, нет. У Мусаева это как бы, ну, нет, это вообще не его. Поставили бы туда Сауле Гуэрапу, да, и посмотрели бы. Я не знаю, это, мне кажется, вот это единственное плохое решение от Марка Никольевича. Я понимаю, почему он его туда выпустил, потому что самый, да, наверное, вписанный в схему футболист, вы спросите, а кого? Глебов, там, ну, понятно, что у Шакова нельзя пока. Глебов тот же самый, Секу тот же самый, его ж нужно наигрывать, да. Ну, а Ваню поднимите повыше. Ну, варианты были. Просто мне кажется, что вот это самый плохой из всех вариантов. Ну, вы скажете, Глебов правый, да, кстати говоря, вопрос к тому, почему играет Абос Фузулаев, есть с правой стороны? Наверное, есть. Я сразу об этом подумал, поэтому и можно было их поменять в теории, да, Глебова на Фузулаева, если выпускать Глебова. Но, понятно, почему там играет, это, наверное, инверт, тот самый, да, инвертированность, чтобы он бил. Собственно, в этом матче он это продемонстрировал. Хотя сам Абосик много раз говорил, что ему удобнее играть именно слева, чтобы под левой подавать. С левой, да, и, кстати говоря, передачи, но поменьше у него получались. Больше он был заточен на удар. Возможно, в этом и был смысл, а точнее, скорее всего, в этом и был смысл под удар Абос Фузулаева на правый фланг. Возможно, Рифата попробовали с левой стороны, да, хотели посмотреть, как это будет получше выглядеть. Посмотрим. Ну, и, в принципе, они там меняются, хотя в этом матче, кстати говоря, не менялись. Фланги почти не менялись. Ну, возможно, они не менялись еще потому, что Мусаев, да, вышел, а не Рифат Джамареддинов. Так, поэтому все сказал, потому что, ну, Мусика, видите, опять как будто бы захейтили в комментариях. Я, да, должен был его защитить, потому что ужасно. Игра, знаете, была очень быстрая. То есть у нас получались комбинации на скорости. Такого давно не было. Ну, буквально с первых матчей, да, потому что у Марка это где-то проскакивало. У Валентины еще это, наверное, проскакивало. Но вот сегодня прям на скорости прям очень быстро принимали решение. Понятно, что напротив был Ахмат, там все дела, но все равно мы отталкивались от нас. Не было больших бестолковых, да, набросов. Были интересные прострелы. Были подключения латералей. Да, крутые, крутые подключения латералей. И посмотрите, насколько атакующая мощь сразу выросла. Опять же, понятно, что это Ахмат, там все дела, но все равно мы, в принципе, показывали очень хороший уровень интенсивности и футбола. Круговой и Кевин просто два умнички. Как они забрасывали. По сути, оба сделали по голевой передаче. Кевин вообще сделал полторы голевые передачи. Красавчик еще и гол забил. Какой он мяч забил, просто прекрасный. И это не то, что защитники опять обычно добивают, да, забивают, точнее, там, типа, затокщили, либо головой, да, либо там корявики. Нет, четкая комбинация, да, прострел на дальнюю и там он замыкает, причем опережая, играет на опережение, да, как заправский нападающий. Когда прострел уйдет, ты должен выпрыгнуть из-за спины своего визави защитника и сыграть на опережение и забить. Кевин именно так сыграл, просто прекрасно, да. Мойзис какой-то потрясающий. Ну, Мойзис, в принципе, всегда потрясающий. Мы знаем, что он может немножечко привести сзади, но всегда компенсирует это вот этой вот игрой вперед, да. Я много раз говорил, и, кстати говоря, кто-то даже возмущался тому, что Мойзис постоянно ходит вперед, зачем? И фраза звучала, типа, у нас центральный защитник отдает голевую передачу на крайнего защитника, так мы забиваем. Но, воу-воу-воу, схема стройки на это и должна быть рассчитана. Потому что крайние центральные защитники – это как раз те самые джокеры. Потому что они смещаются, да, поднимаются наверх и создают численное превосходство. Потому что их там не то, чтобы не ждет люди. Потому что там обычно уже разобраны футболисты. И это такой х-фактор. И вот в этом матче этот х-фактор Мойзиса очень круто работал, да. И он разгонял атаки им, и голевую сделал, да. И, в принципе, был хорош. Келвин сделал три ключевые передачи. Круг две ключевые передачи. Это, говорю, края, края и края просто. Края центра защиты и края. В принципе, края латерали очень хорошо сыграли. Я бы их выделил. Мотя Кисляк продолжает радовать. Просто не могу его не выделить. Потому что просто, мотя, продолжай. После матча ему сказал, что красава, давай, 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 дальше. Паши, тебе сейчас это нужно. И круто, что на фоне Миролема Пьянича он продолжает ставить его в состав. Вот это респект. Моя главная причина была, почему я был против Пьянича. Я не был против Пьянича глобально. В ролике с Тричем я это еще вам расскажу. А единственное, что я побаивался. Я не хотел, чтобы Кисляк сел на скамейки запасных. Но видите, Марка Николевич как будто бы продолжает гнуть Мотя Кисляка в стартовый состав. И вот это кайф. Вот за это Николевичу респект. Потихонечку, я говорил, что я скептически относился к этому тренеру. Но потихонечку те решения, которые он принимает, меня в нем очень радуют. И я больше к нему привязываюсь. Потому что это правда так. Я же много раз говорил. Для меня важны решения на пользу команде. Я переступлю через свое. Говорил и про Рефат. То же самое, что если Рефат будет приносить пользу, забивать. Я в принципе не буду против ничего плохого против него говорить. Потому что это бред. То же самое про Марка Николевича. Мои личные пристрастия, типа, тут волновать не должно никого. И вот Марка Николевич принимает хорошее решение на пользу команды. На пользу наших молодых игроков. Я его за это хвалю. Потому что Мотя прям очень... И Станкисляк красавчик. Станкисляк красавчик. Он пользуется этим шансом, да. На все 100%. И прям показывает, что он хочет, хочет, хочет. Он вцепился в этот шанс. И причем видно, да. Не знаю, видели ли вы. Я постоянно замечаю, что в концовках матча у него прям сводят ноги. Прям видно, что он уставший. Но он на бодах все равно борется, вступает в единоборство. Кайф. Вот это видно. Это видно. И он через силу себя, да, превзмогает и доказывает. Вот Мотя Кистанкисляк просто красавчик. Очень хороший матч. Еще, конечно, нужно выделить Дивеева. В этом матче мне показалось, что он сыграл даже лучше Роши, да. Намного лучше Роша. Это и по цифрикам видно, и, в принципе, по визуальному. Вот я надеюсь, что Дивеев возвращается, да, в лучшую версию себя. Ему пора уже, да, 25 лет. Тот самый возраст, когда должен быть суперлидером. Надеюсь, что все травмы посади. Надеюсь, что это тот же самый Дивеев, которого мы когда-то взяли из Уфы. И он был там одним из лучших защитников нашего чемпионата, да. Конечно же. Ну и Ваня Абликов продолжает вести игру. Вот вы скажете, что он не поучаствовал ни в одном забитом мяче, но все конструирование так было на нем. Все он начинал, все они с Костряковым вместе разыгрывали, да. Практически все эти штуки были на нем, потому что... Ну, а Босс все-таки больше между линиями получал мяч. А вот именно первые 2-3 передачи, да, либо разбивание прессинга, либо темп. И потом вот эта вот передача, которая первая идет, да. Это именно Абликов и, конечно же, Кисляк делали. Сауль Голерапа тоже, хоть и не забил, да, многие говорят, что он плохо сыграл. Мне понравилось, как Сауль сыграл. Он выиграл много единоборств. Был у него очень хороший момент, когда он выпрыгивал и бил, да. Там чудом просто мяч излетел в ворота Ахмата. Вот это очень мне понравилось. Насколько он прям взлетел, задержался в воздухе и бахнул головой, да. Я думаю, что это будет у него на постоянке. Мы будем много видеть от него забитых мячей. Я много раз про это говорил. Видите, я уже начал хрипеть. Но я обещал этот ролик сделать, поэтому нужно договорить. И Сауль Голерапа уверен, что поможет нам. Уверен, что поможет нам. Когда вышел Секу Кайта, кстати говоря, поговорил с ним после матча. Он вроде как будто бы такой, знаете, ну видно, что расстроенный. Видно, что у него немножечко не получается. Но сказал, что будет прилагать все усилия. И по нему прям видно, что он хочет. То есть видно, что он расстроен, что не получается. Но видно, что он хочет продолжать, да, и набирать тот самый, конечно, уровень. И, конечно, босс Фуизулаев. Вне всяких сомнений, его лучший матч. Причем на позиции правого инцайта. Не слева уже мы об этом говорили, да. Он прибавил. Он не то чтобы прибавил по сравнению с тем, когда он приехал после вот этого своего, да, вояжа в сборную. Причем постоянного вояжа в сборную. Не то чтобы он вернулся на свой прошлый уровень. Вы заметите, что он играет лучше. Он играет намного сильнее того момента, когда он приехал в прошлом году. Все говорят вот сейчас, что вот, а босс вернулся на свой уровень. Нет, 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 нет. А босс стал сильнее. Он реально сильнее играет. Он так не играл, когда приезжал ровно год назад. Он был послабее. Он был неувереннее. Он сейчас прям, когда у него получается игра, он просто разрывает. Он просто летит на дыблинге. Отдает передачу. Убирает под себя, бьет. Он очень прогрессирует. И как раз вот эти вот поездки в сборную, вот этот постоянный-постоянный-постоянный ритм. Понятно, что это для футболистов сложно. Но видите, он выдержал. Выдержал практически без травм. Зимой, надеюсь, что отдохнет. Хотя там скоро будет опять сборная. Посмотрим. Но он прогрессирует. Это прям очень видно по нему. И круто, что он прогрессирует в ЦСКА. Понятно, что однажды нам придется его отпускать. Но пока он у нас, он прям звездочка. Он X-фактор. И он тот человек, который может взять на себя игру и сделать ее. Это очень радует. Чуть не забыл, нужно сказать про Игоря Кенфеева. Потому что, к сожалению, народу было немного вчера на стадионе. Было слышно, да, что футболисты... И прям во втором тайме, где-то во второй половине второго тайма, А Кенфеев просто минут 5-7 пихал. Просто пихал почти всем футболистам. Типа, что вы стоите? Давайте играть. Вы что бросили-то? 3-0. Вы что? Нам еще играть полчаса? Давайте играйте. Быстро. Сюда сместился. Что ты долго держишь? Пас отдай. То есть, это прям слышно было. Пихал, пихал Кенфеев нашим ребятам. И это реально был момент такой, когда мы как будто бы расслабились. Буквально через 5 минут после пихача Кенфеева. Опасный момент, опасный момент, опасный момент. И чудом только мы не забиваем четвертый гол. То есть, работает кепотерапия. Кепотерапия на кепотерапийском уровне. Это тоже, конечно, понравилось. Вроде сказал все. Жаль, конечно, ребят, которые не играют. Я жалею и Ука, и Агапов, да. И странно, что они не выходят на замену. С другой стороны, я понимаю, почему, да. То есть, выпускают Сашу Сделар, который должен играть, да. Потому что, как бы, он стартовый игрок, да. Мусаева выпустили, понятно, почему. А нужно было. Да, Гаич тоже понятно, почему Секу. То есть, видите, есть вариант выпустить либо Глебова, либо Секу. Я бы выпускал бы Глебова вроде как. А с другой стороны, мы взяли Секу. Ему тоже нужно как будто бы набирать. Мы как будто бы в него верим, да. То есть, по факту, его тоже нужно выпускать. То есть, у нас все. По факту состав укомплектован хорошо. Нужно, чтобы еще они докрутились. Надеюсь, что до зимнего, до перерыва и на сборах все это докрутит Марка Николич. Пока хорошо. Пока все хорошо. И потихонечку игра становится лучше. Я много раз говорил, что я очень зациклен на игре. Больше, чем на результате, если игра мне не нравится. Но вот даже вот эта игра, даже вот эта игра, вот сейчас, дайте вам скажу, прям сейчас, по владению мяча, потому что я много раз вам про это говорил. Видите, владение мяча у нас в общем было больше. И вот это вот, я про это и говорю. Владение мяча 57 на 43. И еще интересно мне, знаете, что? Контратаки. Смотрите, у нас было контратак 8 штук и 5 удачные. 62%. Это топ. А позиционок, смотрите, из 28 позиционок всего лишь 8. Довели до удара. То есть даже при большем владении мяча, мы все равно в контры убегали и убегали очень здорово. И вот это круто. Это как раз с Абоссом, с Саулем это можно практиковать. На этом все. Вроде как я справился со своими соплями, кашлями и горлом больным. Хреплю, говорю в нос. Сорян, но что делать? На канал подписывайтесь, на телегу подпишитесь, кстати говоря, обязательно. Да, я возобновил свой дзен. Там тоже буду потихонечку писать на своем дзен-канале. Поэтому ссылка будет в описании. На дзен тоже подпишитесь. На телегу подписывайтесь, там как обычно много эксклюзива. Все, ЦСКА всегда будет первым. Увидимся. Пока.